Приветствую тебя! Это обзоры от Mob.ua и я, Трэш. В этот раз я расскажу тебе об эпической сказке под названием Final Fantasy 4, разработанная игра японской студией Square Enix. Спустя 22 года после релиза оригинальной 16-битной версии, игра отметилась на множестве игровых платформ, в том числе PlayStation, Nintendo DS и даже Game Boy. Но вот пришло её время и для Android-устройств. На сегодняшний день серия игр Final Fantasy насчитывает 14 частей. Они независимы по сюжету, но объединены общей атмосферой, идеями и музыкой. Первенец фантазии был издан в далёком 1987 году. На сегодняшний момент по всему миру продано более 100 миллионов копий, что ставит серию на шестое место в списке самых продаваемых игр за всю историю гейминдустрии. Стоит отметить, что Final Fantasy является хрестоматийным представителем направления JRPG. Наверное, ты спросишь, а в чём разница между JRPG и традиционным RPG? Главное отличие от западных собратьев – это огромные диалоги, пошаговый режим сражений и, конечно же, невероятный сюжет с обилием внезапных поворотов. В духе японского аниме, вроде бы всем знакомая ролевая игра, но пропущена сквозь призму искажённого восприятия жителей страны восходящего солнца. Итак, обратимся к сюжету. В центре повествования находится тёмный рыцарь Сесил, которому вместе с товарищами предстоит спасти родную планету от тёмного чародея Голвиза. Как выясняется в начале игры, собирая мистические кристаллы силы, Колдун стремится открыть магический портал, ведущий на искусственный спутник голубой планеты. Попав на него, тёмный маг намеревается пробудить таинственную инопланетную расу, которая должна уничтожить жителей всей планеты. Сесил, понимая, что судьба мира в его руках, отправляется в роковое путешествие, которое принесёт ему дружбу, предательство, потери и самопознание. Далее я не буду углубляться в историю, поскольку даже краткий пересказ сюжета вызовет массу спойлеров и займёт не один час. На пути к сказочным городам ты встретишь рыцарей, волшебников, колдунов, роботов, побываешь на летающих кораблях и в мрачных подземельях. Всё это лишь малая часть мира Final Fantasy 4. Но приключения не ограничиваются красочными локациями и оригинальными противниками. Любовь и ненависть, трагические потери и духовное развитие героев являются чуть ли не важнейшей особенностью этой игры. Как видишь, Final Fantasy ещё может дать фору всяким Dragon Age'ам и Mass Effect'ам. Помимо необычного сюжета, есть и другая вышеупомянутая особенность — GRPG, в которой персонажи и противники ходят и атакуют строго по очереди. Так что по большей части тебе предстоит думать и планировать, а не закликивать противников, как в большинстве слэшерных игр. Геймплей игры представляет цепочку линейных квестов, которые будут вести нас по сюжету с небольшим ответвлением побочных заданий. Твой нелёгкий путь разделят воин, бард, монах, маг и даже таинственный ниндзя. Некоторые из них будут постоянно, иные же присоединятся на время. Традиционная RPG-составляющая Final Fantasy предоставит тебе возможность прокачки персонажей и изготовления артефактов. Отдельного внимания заслуживает музыкальное оформление игры, которое создаёт незабываемую атмосферу волшебной сказки и помогает погрузиться в историю. После официального релиза игры композиции стали настолько популярны, что были изданы тремя отдельными альбомами, а произведение под названием «Тема любви» даже попало в программу общеобразовательных японских школ. Кстати, игра доступна только в английской версии, так что, если твоё знание английского желает лучшего, сполна насладиться историей не выйдет. Итак, плюсы игры, как отмечалось выше, в уникальном сюжете, замечательной музыке, удобном управлении и в хорошем портировании с подтянутой графикой. К минусам придётся отнести ту же подтянутую графику, которая, как ни крути, устарела даже для Android. В итоге, перед тобой по-настоящему культовая игра, которая рекомендуется не только фанатам серий, но и всем любителям аниме и GRPG. Если же ты не относишься к данной категории людей, можешь смело забыть про неё и поиграть в что-то более, на твой взгляд, стоящее. Вот и всё, что я так хотел тебе рассказать. Если тебе понравилось, качай, ставь лайк, подписывайся на канал и вступай в группу, там ещё много интересного. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок